Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видеоролике мы продолжаем анализ ракет, которыми Российская Федерация начала бомбить Украину в развязанной России полномасштабной российско-украинской войне. И после просмотренных ранее и ракет и ракетных комплексов, очередь подошла к семейству ракет Калибр. Ракета Калибр – это советская крыватая ракета, которую начали создавать еще в 1983 году. Это крыватая ракета, которая в зависимости от модификации может запускаться с кораблей, подводных лодок и истребителей. Впервые морской вариант ракеты КС-122 для морского базирования был представлен в 1986 году, но ракета имела дозвуковую скорость, чем не устроила военных, ведь ее было легко перехватить. В 1990 году этой советской ракете добавили сверхзвуковой финишный ускоритель для возможности преодоления ПВО противника. Потом начался распад СССР и в итоге данные советские ракеты представили общественности в России лишь в 1993 году. Так что эти ракеты технического уровня СССР 1970-80 годов. В 1997 году в России на базе КС-122 доделали вариант ракеты для подводных лодок. В 2018 году в России начались работы по созданию модернизированной версии «Калибр-М» корабельного базирования с дальностью действия до 4500 км. В 2019 году в Российской Федерации начались работы по созданию наземной версии «Калибр-М». На вооружении России имеются крылатые ракеты 3М14 из состава этого комплекса. Они летят на дозвуковой скорости и имеют дальность полета около 2000 км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса «Калибр-НК», для подводных лодок «Калибр-ПЛ». Калибром в частности вооружаются российские фрегаты проекта 22-350, корветы проекта 21-631 «Буян-М», многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень», неатомные субмарины проекта 877, 636.3, а также другие корабли. Некоторые варианты ракет имеют меньшую дальность полета, но могут двигаться со сверхзвуковой скоростью от 2,5 до 2,9 маха, чем и опасны для Украины, ведь ПВО очень трудно их и вовремя обнаружить, и перехватить. Вот в таблице показаны варианты ракет и их скорость, а также дальность полета. Как видим, на дальность 40-50 км ракеты летят на скорости в 2 раза превышающей звук и выше. Есть вариант, где сверхзвуковая скорость в 2,5 раза превышает звук. Имеется только на конечном участке полета, а основную часть дистанции ракета преодолевает на дозвуковой скорости в 0,8 маха. Но в таблице указаны характеристики ракет только в экспортных модификациях, поэтому максимальная дальность экспортных образцов составляет до 300 км, то есть согласно международным договорам по ограничению экспорта ракет средней и малой дальности, которые ограничиваются дальностью в 300 км. Поэтому неэкспортные варианты ракет «Калибр» имеют дальность в 1000 км, например, 2-2,5 тысячи км. А вот ракеты против подводных лодок все так же имеют дальность в 40-50 км, но при этом они очень быстро летят к цели. Также важно подчеркнуть, что ракеты 3М54 с финишным ускорителем имеют в 2 раза меньшую боевую часть, вес которой составляет 200 кг. Это как раз противокорабельные варианты ракет, где ракета имеет ускоритель на конечном участке полета для попытки преодоления противоракетной обороны, ПРО. А основную часть дистанции ракета преодолевает на стандартной для этих ракет скорости в 0,8 маха. Следовательно, для бомбардировок Украины эти ракеты менее опасны ввиду наличия у них меньшей по мощности боевой части. Но при этом их труднее перехватить на конечном участке полета ввиду все того же ускорителя. Сверхзвукового ускорителя. Поскольку это ракеты противокорабельные, то они базируются на надводных кораблях и подводных лодках, а также береговых противокорабельных батареях, а значит по Украине как правило летят со стороны моря. Поэтому такие ракеты легче перехватывать подальше от украинской территории, еще в море, когда они летят к Украине на маршевой дозвуковой скорости в 0,8 маха. Ракеты с дальностью на 40-50 км, которые имеют сверхзвуковую скорость в 2 и 2,5 маха, например 91Р, это ракеты представляющие собой торпеды. Поэтому их использование ограничивается подводными лодками и кораблями. Да и дальность их действия не дает возможности атаковать ими Украину, ввиду того, что корабли и подлодки могут быть засечены береговой авиацией, флотом, береговой обороной в целом и уничтожены. Поэтому использование этих ракет малоэффективно и сложно в организации. А вот остальные ракеты семейства, такие как 3М14 и некоторые модификации 3М54 без ускорителей, имеют скорость полета в 0,8 маха. Вот они-то и опасны для Украины ввиду наличия у них мощной боевой части, вес которой составляет 400-450 кг. Но эти ракеты имеют меньшую скорость полета в 0,8 маха, а значит их легче перехватить противовоздушной обороне. Так что как видим в семействе ракет Калибр, ракеты или летят медленно и далеко, или летят недалеко, но быстро. А варианты далеко и быстро на конечном участке полета имеют в 2 раза меньшую боевую часть. За высокую скорость расплатились уменьшением мощности боевой части. Ракета имеет встроенную инерциальную навигационную систему, активный тепловизор и коррелятор цифровой карты. В зависимости от вариантов ракета имеет разную дальность действия, от 50 до 2 и 2,5 тысяч километров. Калибр – это многоступенчатая ракета, работающая на твердом топливе. Она может нести боевую часть весом от 400 до 500 кг, или термоядерную боеголовку. Есть мнение некоторых экспертов, что всего на вооружении Российской Федерации имелось 200-300 таких калибров. Но это не совсем так. Потому что массово Российская Федерация начала производить эти ракеты уже в 2000-х годах. Санкции на них не сильно влияют, потому что это еще советская разработка советского технического уровня. Ракеты поставлялись и в Китай, и в Индию, и в ряд других стран. Поэтому уровень производства не мог быть меньшим, чем 50 штук в год. Более того, после начала Российско-Украинской войны Россия нарастила темпы производства этих ракет. По некоторым оценкам до 100, а есть данные из открытых источников и про 120 в год. Конечно, доверять этому на 100% не стоит, но и говорить, что Российская Федерация всего имела 200-300 таких ракет, тоже несерьезно. Потому что только на май месяц Российская Федерация выпустила уже по Украине около 250 калибров. А за 5 месяцев масштабной войны эта цифра приблизилась к 400 ракетам и более. Следовательно, в России их запасы были существенны и составляли 750 тысяч ракет. Часть из них, около 100, Российская Федерация израсходовала на сирийскую компанию. Остальные в Украине. Значит, у России осталось меньше половины от имеющихся запаса накопленных этих ракет за многие годы. Конечно, санкции внесли и свою лепту в их производство. К примеру, в Российской Федерации так и не смогли разработать и наладить выпуск более современной версии калибр М с дальностью до 4500 км. Потому что новая ракета базировалась на новой электронике. Санкции лишили Россию этой электроники. А раз нет электроники, то и нет новой, более современной ракеты. Теперь, почему Российская Федерация использует противокорабельные ракеты против наземных бомбардировок Украины? Ответ прост. У Российской Федерации ощущается нехватка ракет. Особенно более поздних и самых высокоточных. Поэтому российские военные решили использовать все возможные варианты бомбардировок Украины любыми доступными средствами. То есть используется все, что только можно использовать было против Украины. И противокорабельные ракеты в их числе. К примеру, после четырех месяцев войны, город Николаев начали бомбить модификациями ракет, зенитных ракетных комплексов С-300. Потому что эти С-300 оказались полностью абсолютно бесполезными против американских ракет Химарс. И были не способны вообще оказать какое-то сопротивление им. В итоге эти ракеты решили использовать для ударов по наземным целям. Более того, быстрое израсходование имеющегося запаса и нехватка высокоточных ракет, да и вообще ракет, для бомбардировок в целом, вынудили российских военных пустить в ход более древние экспонаты. Подчеркнем, что помимо вышеперечисленных ракет Россия применила против Украины ряд других ракетных систем, в частности, также и противокорабельных или совсем древних советских образцов 50-60-х годов прошлого века. Например, Россия много раз атаковала южные регионы Украины противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» или же 3М55. Это сверхзвуковая ракета, максимальная скорость полета которой на высоте составляет 884 метра в секунду, или 2,6 маха, или 3182 километра в часть. А скорость полета у поверхности составляет 2 маха, или 2448 километров в час. Так что эта ракета, представляющая высокую опасность ввиду ее большой подлетной скорости, что усложняет ее обнаружение и противодействие средствами ПВО. Разработка ракеты была начата в конце 70-х годов в СССР. В 1985 году начались первые испытания. Весь цикл испытаний был завершен в 1998 году уже на России. Ракета была принята на вооружение армии в 2002 году. Так что по факту на России допилили и провели испытания советской ракеты технического уровня 1970-х годов. Имеет экспортные модификации «Яхонт» совместно с «Индией» и «Брамос». В 2019 году в России была создана «ОНИКС-М», где дальность действия ракеты была увеличена с 300 до 800 километров. При этом боевая часть оказалась прежней, массой в 300 килограмм. Производственные мощности Российской Федерации позволяли ей выпускать порядка 50 ракет «ОНИКС» в год. То есть 4-5 ракет в месяц. Однако часть из ракет шли на экспорт в ряд стран. Это означает, что за 20 лет Российская Федерация могла произвести около 1000 ракет, половина из которых ушли на экспорт. А половина пошли на вооружение берегового ракетного комплекса «Бастион», малых ракетных кораблей типа «Буян-М», подводных лодок проекта «Ясень», «Антей», корветов, фрегатов и крейсеров проекта «11.44» после модернизации. В 2016 году Российская Федерация испытала впервые эти противокорабельные ракеты против наземных целей. В 2022 они начали падать на украинские города. Россия начала их пуски в том числе из береговых ракетных комплексов «Бастион», базировавшихся в частности и в Крыму. За 5 месяцев войны по Украине было выпущено до 200 таких ракет. Значит, у России их должно оставаться приблизительно 300 штук. Их точность против наземных целей составляет десятки метров. В более новой модификации «Аникс-М» точность составляет 10-30 метров. Но эта модернизация уже использует снова-таки зарубежные комплектующие, а значит их производство в условиях изоляции России под вопросом. Ввиду нехватки ракетного вооружения российские военные решили использовать против Украины советские ракеты времен 1950-60-х годов, а именно ракеты Х-22. Дело в том, что после распада СССР Украина также получила часть данных ракет. Часть из них была передана в Россию, часть утилизирована. И теперь этими переданными ракетами в Россию Российская Федерация начала бомбить Украину. Несмотря на то, что эти ракеты являются древним советским антиквариатом, они по-прежнему очень опасны, потому что имеют фактически вдвое большую боевую часть, чем большинство более новых ракет с большей точностью. Масса боевой части ракеты составляет до тонны веса, а именно 960 кг, против 400-500 кг у большинства российских оперативно-тактических, баллистических и крылатых ракет. Разработка ракеты была начата в СССР в 1958 году, а принята на вооружение ракета была в 1968 году. Как видим, это как раз период распространения в СССР ламповой электроники. Вот как выглядит блок управления ракетой Х-22. Это Х-22МА, сбитая в Украине над Одессой. Как показывают факты, ракета имеет фееритовый блок оперативной памяти емкостью в 352 байта, а блок навигации состоит из вакуумных ламп. Но что тут сказать? Естественно, такие ракеты имеют крайне низкую точность, которая исчисляется в километрах. А если быть точно, то, как указывает Том Купер, известный американский военный эксперт, точность ракеты составляет 2100 метров. То есть КВО, круговое вероятное отклонение, составляет 2100 метров. Это означает, что такой ракетой фактически нереально попасть в цель. Ей можно только атаковать город, зная, что ракета упадет в сектор радиусом 2100 метров. Но военные Российской Федерации продолжают бомбить этими ракетами украинские города. Ракета создавалась для несения ядерного заряда большой мощности, поэтому точность там не играла особой роли. А вот для бомбардировок осколочно-фугасной боевой части ее точность катастрофически низкая. Все равно, что пальцем в небо. Но для городов она чрезвычайно опасна ввиду все той же крупной боевой части, которая в два раза крупнее большинства крылатых стратегических ракет Российской Федерации. Да и тактических тоже. Ракета была снята с вооружения армии Российской Федерации. Ее хотели заменить на более обновленный вариант Х-32, работы над которой начались в 1980-х годах. Испытания были завершены уже на России в 1998 году. Но на вооружение армии она была принята лишь в 2016 году. То есть в Российской Федерации приняли по факту обновленные изделия уровня 70-80-х годов. В общем, этих ракет в России немного. А вот более древних Х-22 на складах оставалось много. Всего в СССР было произведено около 4000 таких ракет. Более половины из них пришли в негодность. Часть успели утилизировать в том числе и в бывших советских республиках. А часть использована в военных учениях. На вооружении России оставалось приблизительно 1000 таких ракет. Они были сняты с вооружения и должны были быть утилизированы. Но в Российской Федерации их нечем было заменить. Поэтому их не спешили отправлять на распил. Вот их и начали утилизировать. Сначала на военных учениях, а потом и в Российско-Украинской войне. Бомбя мирные украинские города. Значительная часть ракет была сбита в украинской ПВО. И еще большая часть ввиду неисправности не смогла взлететь вообще. Или потеряла управляемость. А также не смогла долететь или не поразила цель, упала. Это говорит о том, что в России уже половины этого запаса ракет не существует. 200-300 ракет выпустили по Украине. И еще больше поломалось или не долетело при пусках. В результате нехватки высокоточных ракет в Российской Федерации решили массово использовать авиационные ракеты ХАП-59. Это также довольно древняя советская ракета. Ее разработка началась в 1972 году. А первые испытания были проведены в 1975. А завершен комплекс испытаний был в 1979. В 1980 ХАП-59 была принята на вооружение армии. Так что уже становится понятно, что ее технический уровень конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века. Больше, конечно, 60-х годов, потому что при начале разработки в 1972 году опирались на достижения советской науки и техники 60-х годов. Дальность действия ракеты составляет до 290 километров. Основным носителем является фронтовой тактический советский бомбардировщик Су-24 и его модификации. Также ракету могут нести Су-25, Су-27СМ, Су-30, Су-34, Су-35 и другие. То есть это также фронтовые истребители-бомбардировщики, штурмовики и многоцелевые истребители. Ракета ХАП-59 имеет целый ряд модификаций, в том числе и российских. Круговое вероятное отклонение ракеты указывается как 2-3 и 3-5 метров, в зависимости от дальности применения ракеты и ее модификации. Однако, как правило, все российские приведенные тактико-технические характеристики и возможности оказались слишком преувеличены. Например, последние российские модификации этой советской ракеты получили новую электронику, основанную на зарубежных комплектующих двойного назначения, то есть взятую из гражданской продукции, как правило, используемой в бытовой западной технике. Боевая часть ракеты имеет вес от 283 до 320 кг. Круговое вероятное отклонение 3-5 метров, дальность 285 км. Эти последние модификации начали поступать на вооружение Российской Федерации в 2000-х годах. ХАП-59МК-2 с 2009 года. Скорость ракеты дозвуковая 0,9 маха. Но самое интересное это то, что советские варианты ракеты использовали уже известный двигатель Р-95-300 производства украинского предприятия «Мотор Сич». А потом в новых уже российских модификациях решили отказаться от него и сделать импортозамещение. И единственным вариантом у Российской Федерации оказался снова уже хорошо нам известный советский ненадежный и по факту аварийный ТРДД-50. Так что новые российские модификации советских ХАП-59 значительно потеряли в надежности вследствие увеличения их аварийности за счет переустановки двигателя. Также нужно уточнить, что на момент распада СССР у Украины также имелись эти ракеты. Но часть из них была утилизирована, а часть передана в Россию в рамках разоружения. Теперь и эти ракеты в том числе также терроризируют украинские города и население. На момент начала войны у Российской Федерации имелось приблизительно 800 таких ракет. Более половины из них Россия уже использовала за 5 месяцев боевых действий. Также после 3 месяцев масштабной войны Российская Федерация начала применять по украинским городам ракеты зенитных ракетных комплексов, ЗРК. В частности ракеты С-300. А все потому, что во-первых, у Российской Федерации начали стремительно заканчиваться ракеты для бомбардировок Украины, особенно в первую очередь самые высокоточные. И поэтому России потребовалось все, чем только можно было бомбить Украину. А второе, комплексы С-300 и С-400 на практике оказались полностью бесполезными против современных ракет. Они не то, что не обеспечивают прикрытия с воздуха, а и сами нуждаются в прикрытии при использовании современного оружия. Поэтому раз они не смогли выполнять функцию противоракетной обороны и прикрывать небо, их решили использовать как оружие нападения, то есть бомбардировок наземных целей. Как правило, украинских городов и населения, потому что боевая часть там относительно некрупная и имеется большое количество шрапнели, ведь это же боевая часть ракет для перехвата в воздухе. Поэтому их основной эффект это уничтожение живой силы на открытых площадях, то есть неприкрытого населения в городах. Вот так их и начали использовать военные России, нанося удары, например, по городу Николаеву. При этом ракетные атаки вооруженных сил Украины не раз уничтожали на территории Херсонской области и на территории Крыма целые батареи и полки российских С-300 и С-400. Радиус действия украинских ракет выше, чем ЗРК С-300 и С-400, а значит долго их использовать против Украины Россия не сможет, или они будут уничтожены. Важно отметить, что в Российской Федерации есть еще одна ракета, которую Россия использовала при бомбардировках украинских городов. Это Х-47, известная как Кинжал. Ее основными носителями являются Ту-22, Ту-160 и Миф-31. Важно отметить, что как носителей, так и самих ракет в Российской Федерации очень мало. Ту-22 только начали возвращать в строй, после того, как от них отказались военные и сняли с вооружения. Модификации Ту-22М3М к лету 2021 года было всего два самолета. У России нет возможности массовой модернизации устаревших Ту-22. Это в лучшем случае единицы в год. При этом Миф-31К – это специально разработанная модификация советского Миф-31, которая адаптирована для возможности использования ракеты Кинжал. Отсюда и литера К, Миф-31К. Таких истребителей с ракетами Кинжал у Российской Федерации на начало 2022 года было сформировано целый полк. А это несколько десятков истребителей, каждый из которых способен нести одну такую ракету. Теперь, чем опасна эта ракета? Основной ее чертой является ее сверхзвуковая скорость. Фактически, это гиперзвуковое оружие. Ракета имеет скорость полета 10-12 махов, то есть до 14688 км в час или 4080 метров в секунду. Как видим, ракету с такой скоростью очень трудно перехватить обычными средствами ПВО. При этом ракета может нести боевую часть массой в 480 кг. Обычную или ядерную. Дальность действия из Миф-31К составляет 2000 км, а при использовании Ту-22М-3М до 3000 км. Также российские источники указывают, что точность ракеты составляет 1 метр. Сразу уточним, что это не так, и такая точность достигалась только при использовании американской системы спутниковой навигации GPS. Без него ракета имеет круговое вероятное отклонение в 15-30 метров, возможно и куда больше. Кроме этого, ракета снова использует западную электронику и в частности американские чипы двойного назначения. В Российской Федерации на 2022 год нет данных о принятии этой ракеты на вооружение, ведь в 2022 году с ней до сих пор идут испытания. В России имелось несколько десятков таких ракет, и часть из них уже была выпущена по Украине. Теперь просуммируем, что мы имеем. По разным источникам у России имелось относительно разное количество ракет, но все эти оценки дают возможность понять приблизительно их наличие на момент начала масштабной войны и количество оставшихся после пяти месяцев боев. В сумме по различным источникам, а также анализе состояния российской армии на момент начала масштабной войны, у Российской Федерации имелось. И вот вы видите на картинке, какие типы ракет, в каком количестве имелись до 24.02.2022 года и сколько осталось на 1.08.2022 года. Эти данные дают ответ на вопрос о том, сколько же еще будет продолжаться российский военный террор в виде бомбардировок украинских городов, украинского населения. Как видим, больше половины своих ракет в целом Российская Федерация уже выпустила по Украине. Это означает, что при подобном темпе пусков ракет у Российской Федерации осталось лишь на несколько месяцев. А при этом, в случае войны с НАТО, чем Россия будет обороняться? Выходит, нападение на Украину привело к масштабному разоружению по факту масштабной демилитаризации Российской Федерации. И поддерживать производство ракет в России не смогут ввиду все тех же зарубежных санкций. Они останавливают военно-промышленный комплекс ВПК России и лишают российскую продукцию необходимых для ее производства комплектующих и электроники в частности. Именно про возможности производства ракет на России мы и поговорим в нашем следующем ролике, в третьей части нашего видеообзора, которое будет представлено вам по окончанию этого ролика, а ссылочка будет указана в описании. В результате ранее изложенного материала можно говорить о том, что Российская Федерация выпустила по Украине свои основные запасы своих советских и российских ракет. Часть из них была сбита украинской ПВО и авиацией. Значительная часть обрушилась на украинские города населения, нанеся серьезный ущерб, потери. Особенно это касается гражданского населения. Но большая часть из выпущенных российскими военными ракет не достигли территории Украины ввиду их аварийности и неудовлетворительного технического состояния. При этом каждый день российско-украинской войны еще более обнуляет ее ракетные возможности и способности обороны страны. Фактически Россия напав на Украину, начала свою демилитаризацию. И теперь уже Российская Федерация не в состоянии противостоять НАТО и США, да и в целом какому-нибудь любому другому серьезному противнику. Ее запасы были обнулены и надолго оставшихся ракет уже не хватит. Тем более ракет, аварийность которых составляет 60% и выше. А значит Россия оказалась не готовой к длительной войне с Украиной, которой страны Североатлантического альянса предоставили военную помощь в поставках вооружения и техники, а также экономическую помощь для поддержания экономики. В результате Украина стала усиливаться и вооружаться самым современным и передовым оружием мира. А Российская Федерация израсходовала все накопленные при СССР и потом в России запасы оружия. Оно тает словно лед в Российско-Украинской войне, а производить и пополнять его Российская Федерация уже не может. Особенно ввиду введенных санкций и начала изоляции России от стран мира. По истечении 5 месяцев масштабной войны интенсивность российских бомбардировок резко снизилась. Дается в знаке обнуления складов вооружений. А Украина наоборот усилилась и начала бомбить российские военные объекты и инфраструктуру, как на украинских оккупированных Россией территориях, так и на территории Российской Федерации и Беларуси. А интенсивность уничтожения российских военных баз и складов только усилилась. Это означает, что победа Украины уже близко, а Российская Федерация проиграет в Российско-Украинской войне, развязанной Россией. Украина победит, а враг будет повержен. На этом пока все. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, где вас ждет еще много интересного видео. Спасибо за просмотр.